Девушки отдыхают Бессонная ночь. Как бейчане поддерживали российскую сборную и в каком состоянии находится болельщик, упавший с трибуны. Движение на восток. Новостроек в Бийске станет больше, а вот частного сектора меньше. Съели больше 60 килограммов гречневой каши, выпили 70 литров чая. Цветок папоротника не нашли, однако праздник удался на славу. Итак, мы начинаем движение на восток. Частного сектора в Бийске должно стать значительно меньше. Конкретно речь идет о домах в районе Старого Зеленого Клина. В планах городской администрации снести строения и возвести на их месте многоэтажки со всей соответствующей инфраструктурой. Все дома, которые находятся там, как самовольные, так и уже получившие свидетельство о праве собственности, по генеральному плану должны быть переселены в многоквартирные жилые дома. Дело за временем. Понятно, то есть вот мы услышали это, да? Да, кроме того, этот микрорайон, соответственно, при застройке многоквартирными домами, будет прирастать в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, как краевыми, так и местными. Расчетными показателями по школам, по детским садам, поликлиникам, ну и все, что положено спальным микрорайонам. Решением городской думы территория за дамбой в районе Старого Зеленого Клина предназначена для комплексного устойчивого развития. А это значит, что, согласно генерального плана, подрядчики будут возводить только многоэтажные дома. Частного сектора остаться не должно. Напомним, что этот район периодически подтапливают грунтовые и талые воды. Однако в дальнейшем эта проблема будет решена с помощью отсыпки грунта. Отметим, что общая площадь для застройки составит 53 гектара. Микрорайон 16А – только начало масштабных работ. Далее стройка будет двигаться на восток, в сторону реки. Переехали в Приобскую часть. Сегодня дорожная техника работала на социалистической. Дорожники идут в направлении района 46-го училища. В этой части города дорожники отремонтируют Социалистическую, Иртышскую, а также улицу Севастопольскую. Сейчас идут подготовительные работы. Рабочие убирают старое дорожное полотно, а уже после здесь начнут укладывать асфальт. Добавим, что в Приобской части города в рамках второго контракта также отремонтируют отрезок Трофимова, Репина и Разина. В Бийске полным ходом идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. Лето – это тот период, когда специалисты Бийской ТЭЦ, подразделения сибирско-генерирующей компании, готовят оборудование к серьезным нагрузкам в зимний период. Но задачи, которые ставит перед собой коллектив главного энергопредприятия Бийска куда более глобальные. Все подробности в нашем следующем сюжете. Восьмой турбогенератор Бийской ТЭЦ, запущенный в работу почти 30 лет назад, отправили в отпуск. Подошло время для основательного ремонта, который может гарантировать турбине вторую жизнь. Часть работ персонал станции делает своими силами. А вот роторы высокого и среднего давления отправили на Уральский турбинный завод, где и было изготовлено данное оборудование. Это очень сложный процесс, его невозможно сделать в рамках станции, только на заводе. То есть это штучный товар, его просто так не отремонтируют. Сейчас работники Бийской ТЭЦ, подразделения сибирско-генерирующей компании, активно занимаются шабровкой. Другими словами, высокоточно выравнивают металлическую поверхность. При таких просто огромных размерах деталей работу специалистов можно назвать ювелирной. Для того, чтобы механизм турбогенератора работал бесперебойно, как швейцарские часы, тщательно обследуются все детали. Мелочей в этом деле быть не должно. А это ротор низкого давления. Тоже важная деталь в системе. Тут происходит балансировка ротора. Чтобы не было, если по-простому, чтобы вибрации не было. Ремонт восьмого турбогенератора проходит в рамках инвестиционной программы. Стоимость проекта порядка 20 миллионов рублей. Такое вложение повысит не только надежность работы основного оборудования станции, но и даст экономический эффект. В частности, уменьшится расход топлива. Работы по модернизации восьмой турбины энергетики планируют завершить в сентябре. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Будни. Ходить можно в районе Котельщиков. Коммунальные службы Бейска отремонтировали деревянный мост. Сюжет о том, как люди переходят через образовавшуюся пропасть, мы показали на прошлой неделе. Уже на следующий день, после того, как наша съемочная группа побывала на месте, там приступили к работам и заменили сломанные доски. Спасибо, хоть так сделал, что этих ям, говорится, не стало. Люди ходят, боятся прыгать. Это что такое-то? Несколько недель людям приходилось идти на риск. По обе стороны мост был разрушен. Есть предположение, что это сделали подростки, которые, судя по всему, даже и не подумали о том, каким последствиям это может привести. Отметим, что переправа соединяет два района. Район Котельщиков и Спичечной фабрики. Люди по нему ходят постоянно. Это короткий путь в поликлинику, в детский сад, на почту и в магазин. Кроме того, многие по нему идут на работу. Добавим, что в планах, как пояснили нам в городской администрации, провести здесь капитальный ремонт. Информационная программа «Будни» мы продолжаем. Смотрите далее в выпуске. Бессонная ночь. Как бейчане поддерживали российскую сборную и в каком состоянии находится болельщик, упавший с трибуны. Съели больше 60 килограммов гречневой каши, выпили 70 литров чая. Цветок папоротника не нашли, однако праздник удался на славу. Кредитный потребительский кооператив «Зенит». Защита ваших сбережений от инфляции. Доход 13% годовых. Все сбережения застрахованы. КПК «Зенит». Место для роста ваших сбережений. БИСК ГЛОБАЛ ПАТИ 2018 Стань участником самого яркого события осени. Ты хорошо поешь, танцуешь, владеешь цирковым мастерством, занимаешься спортом? Тогда у тебя есть уникальная возможность выступить на главной сцене грандиозного праздника. Запиши свою лучшую работу на видео и отправь ее на конкурс. Все подробности на сайте www.prokopjefond.ru Не упусти свой шанс. Зажги по полной. Информационный партнер «Сибирская медиагруппа». АЭС «Финанс». Теперь тариф единый. Для всех 13% годовых. Проще понять, проще заработать. Звоните 25 50 25. Информационная программа «Будни» мы продолжаем. Бессонная ночь. Несколько тысяч горожан в воскресный рассвет встретили на стадионе «Юбилейный» и разделили горечь поражения национальной сборной вместе с другими болельщиками. Здесь впервые за весь чемпионат была организована бийская фан-зона. Особое ликование у присутствующих вызвал второй забитый гол. Когда россияне в игре с хорватами вернули шансы на попадание в полуфинал. Жителям соседних многоэтажек в ночь седьмого на восьмое июля было точно не до сна. Каждая атака у ворот соперников сопровождалась бурными эмоциями. На протяжении всего матча бийчане скандировали с трибуны различные кричалки. Кроме того, фанаты принесли с собой флаги, а также другую атрибутику болельщика. Особая ситуация накалилась в серии пенальти. После того, как стало понятно, что путевку в полуфинал получили не россияне, а хорваты, болельщики, многие охрипшие, отправились домой. И несмотря на то, что наша сборная потерпела поражение в этом матче, в адрес игроков звучало много лестных отзывов. Спортсмены показали себя настоящими борцами. Добавим, что во время трансляции матча в Бийске на стадионе «Юбилейный» произошел несчастный случай. Ночью 8 июля с трибуны с восьмиметровой высоты упал молодой человек 88-го года рождения. Он получил серьезные травмы. Бийчанина госпитализировали в центральную городскую больницу. Сейчас он находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Отметим, что по предварительной информации парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Съели больше 60 килограммов гречневой каши и выпили около 70 литров чая. Несколько сотен человек объединились в один большой хоровод. В Бийском районе отметили народный праздник Ивана Купала. Традиционное гуляние состоялось в селе Мало-Енисейское. О том, как проходил праздник, мы расскажем в нашем следующем сюжете. Кто на что гораст. Венок – один из самых главных символов праздника Ивана Купала. Каждая девушка плела его самостоятельно. Кто-то использовал ветки березы и луговые травы. А кто-то мастерил яркое и оригинальное украшение, используя ромашки, клевер и другие полевые цветы. Так, на середину кладешь и продолжаешь плести. Раз, два. Массовость фестиваля в этом году превзошла все ожидания. Участники съехались с разных регионов страны. Хороводы водили гости из Алтайского края, Новосибирской, Белгородской и Московской областей. В общей сложности почтить русские традиции приехало несколько сотен человек. Изначально это был такой корпоративчик небольшой. на нашей работе, так скажем. У нас было человек 15-20, потом с каждым годом как-то все пребывало-пребывало. Но нынче мы не ожидали, конечно, что такое будет количество народа. Это просто, конечно, фантастика. Участники фестиваля не только танцевали, играли и водили хороводы. После безудержного веселья каждый желающий мог подкрепиться гречневой кашей. Ее приготовили здесь, на костре, с солью и со сливочным маслом. А травяной чай с кипреем, душицей и зверобоем согрел всех, кто долго стоял в очереди. Просто невероятно. Это каша. Я никогда такую кашу не ел, потому что давно не ел. Это раз. Ну, это же и два. Очень вкусная каша, замечательная. Праздник вот такой. А самая жара началась после захода солнца, когда на поляне разожгли Купальский костер. Еще на Руси люди верили, что огонь в эту ночь приобретает целительную, очищающую силу, снимает порчу и отгоняет нечисть. Однако преодолеть пылающее препятствие рискнули далеко не все, а только самые смелые. Большой праздник в Малой Несейске завершился исконно русской традицией. Около полуночи все отправились на реку. Каждый зажег свечу и опустил на воду свой венок, загадав при этом самое заветное желание. Кристина Мелехова, Иван Зиаблицкий. Будни. Летом мы часто стоим перед выбором сделать ремонт или съездить в отпуск, привезти в порядок автомобиль или купить ребенку компьютер. Обзавестись, наконец, загородным домиком или порадовать вторую половину дорогим подарком. Как правило, средств хватает на что-то одно. Но специалисты знают способ решить миллион подобных вопросов. Иногда сложно расставить приоритеты и выбрать, что важнее в данный момент. Но существует решение, которое устроит всех членов семьи. Для этого в Восточном банке существует кредит под названием «Большой сезон» с максимальной суммой до одного миллиона рублей. Кредит – удачный выбор для тех, кому нужно все и сразу. Он позволяет реализовать ваши планы уже сегодня, а платить потом, причем постепенно. Тем более, что условия «Большого сезона» от Восточного банка позволяют делать это комфортно. Помимо крупной суммы, «Большой сезон» может похвастаться ставкой в 11,5% годовых. К тому же, она фиксированная. Очень часто, чем меньше кредит, тем больше процентная ставка. Но в случае с «Большим сезоном», неважно, получили вы кредит на 100 тысяч, полмиллиона или миллион рублей, ставка будет 11,5%. С такими условиями можно забыть про муки выбора. Миллиона хватит сразу на множество вещей. Так что, если вы хотите начать воплощать свои мечты как можно скорее, открывайте «Большой сезон» в офисе Восточного банка. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, «Будни». И пришло время рассказать о погоде. Итак, завтра, 10 июля, в Бийске будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление низкое. Влажность воздуха комфортная, магнитосфера спокойная. И о температуре. Ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 26, плюс 28. Что ж, это все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного завершения этого вечера. Будьте здоровы. Ну и, конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще. А мы напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях и на YouTube. Счастливо. Пока. Счастливо.